Хороший подсейв, не дает нам фокусить свою кора. Второй ультимейт, который ты в соло можешь убивать, который просто тонну дпс наносит. Если ты где-то там встретил суппорта какого-то, хочешь с ним разменяться. Даже не суппорта, даже кора в драке есть. Где-то там подцепил с краю, сбоку зашел, подстан его подловил, то спокойно можешь убивать. В общем, это один из сильнейших. Это такой, знаешь, микро инвокер на суппорт роли. Даже так. Интересное сравнение. Возможно, мы еще увидим этого персонажа. У нас все-таки много разносторонних просто заклинаний, которые очень хорошо заходят. Они все полезны. Будут еще игры, где, возможно, Тарфилла появится и, может быть, появится даже Панглеер. Но пока это медведи, причем Empire вот так вот хладнокровно на ферст пик забирают медведя, которого только-только брали OG в предыдущем матче. Не хотят отдавать. Видели только, что этого медведя от Нотейла. Знают, как играет с ним OG. Это Котто Джей, Кентабр и Даззл. Даззл. Классический Даззл, это Джей. На протяжении уже многих-многих лет мы видим этого героя от Флая. Интересно, увидим ли мы какую-нибудь Веджа Фол Спирита, Темпларку к этому драфту? Что-то мобильное нужно, потому что прекрасно понимаем, что Кентабр под ультимейтом будет набегать хорошо. Осталось 5 секунд. Что-то из серии Team Empire, что им можно сейчас. Суппорты какие есть, хорошие суппорты. Ну, Дезераптора надо забрать. Как раз на набегающего Кентабра он хорошо работает, плюс Дезераптор им. Ну, не знаю, по суппорту здесь хороших не вижу. Дезераптор, Скайрос Мэдж, Дезераптора надо брать. Конечно же. И ответка. Ответка Дазл. В портах Дазл хорошо стоит Легионка на сложной линии. Кто здесь из оффлейнеров есть? Легионка. Я бы сразу Легионку брал, потому что... Есть Феникс, но слабоватый. Больше здесь оффлейнеров я не вижу хороших. Есть Некрофос, есть Квин оф Пейн в оффлейн, но это не то. Легионку забирал бы, потому что оффлейнеров вообще не остается. Моментально сейчас для Team Empire. И Легионка будет здесь хорошо. Чух, нет, Квин оф Пейн все-таки решают забирать. Я не знаю, просто по игре вот играть на Легионке вообще неприятно. Против Дазла, против Кентавра. Абсолютно неприятно. В принципе, Легионку можно добрать. Это же Каптан Здрав, да. Я забыл, что здесь банов больше нет. Здесь по три бана в самом начале. Вот, и так что уже оффлейнер есть и ОДЖИ. Легионку они по-любому забирать не будут. Так что можно взять как раз хорошего мидера сейчас. Какого-то, да, лица Квин оф Пейн там. А потом уже добрать этот оффлейнер. Поэтому Империя может быть и права. Скорее всего, права. Чаус Найт. Ой, как сильно сейчас для ОДЖИ. Очень сильно. ЦК хорошо с Дазлом заходит. У них такая пара прям приятная. И с Дазлом хорошо заходит. И под Кентавром. Все это... Очень. ЦК просто классный ответ. Осталось 10 секунд. И вот не знаешь, за шкафу брать теперь. Против ЦК-то, да, кстати, вопрос. Героев хороших немного. Вроде какой-то Импер Спирит есть, да, который там можно в дэмэдж собрать. А вроде и все. Ну, просто нету никаких героев, которые убьют этого ЦК. Ну, тут, конечно, не убьет, но как-то в драке помешает ему. Может быть, Феникс. Та же Легионга с ОДЗами чисто теоретически. А это, если, кстати, еще перебьете, я извиняюсь, если звук ДТВ не включил, включи. Да, я включил еще первую карту вроде. У меня показывает, что горит. У тебя просто слышно не было. О том говорили. Ну, ладно. Сейчас проверьте, пожалуйста, друзья, и отпишите в Твиттер, работает ли звук ДТВ или нет. Чтобы сразу мы на стадии драфта прощили. Пишут, что у нас не слышно вроде. Или это может дилейм. Ну, не знаю. Феникса забирают. И Феникс это будет суппорт. Скорее всего, да. Ну, Супер Феникс для Джерекса. Возможно, какая-то даже такая опасная это Блокин Тауэр Феникс. Может быть, как-то так плохо. Не знаю, пока. Пока-пока. Осталось 10 секунд. Пока-пока-пока, человек с шляпами. Осталось 5 секунд. Куда лучше, мне кажется, у ОДЖИМ. Может, Саленсер взять. Саленсер против Феникса на линии хорош. Саленсер затыкает Даззлу. Два героя против ЦК нужно. Дезераптор очень хорошо против ЦК работает. Когда он без блокинбара, да, ты просто ставишь ультимейт. И там эти иллюзии сгорают очень быстро все. Плюс не дает там рифтоваться. Плюс туда вот нужно что-то добавить. Да нечего добавлять. Ну, нечего. Добавить нужно что-то. Зевс хорошо работает, но... Некрофос может все-таки. Зевса уже ставить некуда. Нужен суппорт, нужен. И оффлейнер нужен. Ну, Легионку. Ну, сейчас Легионку можно забирать. Ну, или на пятый пик. Легионка так вот двояко, да. То есть, с одной стороны, брать Легионку против Даззла, это Мавитон. С другой стороны, Легионка против иллюзии ЦК. Может, плюс-минус нормально работать. Зевса, да. Зевса они берут. Зевса добавили. Зевс в оффлейн пойдет, скорее всего, Байгостик. Ну, просто... Или на суппорт. На четвертую позицию от Йоку. Последний раз оффлейн Зевса я видел. Как раз-таки в матче против УДЖ играли Лофвай. Инфлейн на Зевсе разваливал просто Нотейла. Это была одна из самых худших игр Нотейла, где он сыграл Террор Блейди 0.11. Вот это последний Зевс в оффлейне, который я помню. Венжи Фоу Спирит от Team Empire. Так, это, я так понимаю, саппорт, да? То есть с Раптор, Венжи Фоу Спирит, два саппорта, Друид фарм, Клапа Центр, Зевс в оффлейн. Так? Ну, что-то на это как раз похоже. Либо могут вообще какое-то непонятно сделать. Ну, я надеюсь, что так будет, вот как ты и сказал, такой лайнап. Потому что если они что-то придумают, что-то из серии в Винга керри, там, Дезраптор, Супор, здесь четвертая позиция, Клапа Мидл, и Ландруид в оффлейн, это будет не то, вообще не то. Ландруид просядет. Хотя... Да нет, первый вариант, мне кажется, лучше куда смотрится. Так, ну что, в Центр надо подобрать героя для Резолюшна. Инвокер есть, есть, Эмбер Спирит есть, Вайпер, Темпларка, куча героев в Центр, просто куча. Бери, не хочу. Скай, Росмейдж, Мидл. Саленсер Мид. Саленсер. Скай, Росмейдж, Темпларка, Вайпер. Вайпер хорошо здесь смотрится, просто еще один толстый персонаж, которого будет очень трудно фокусить, как раз. И... Вайпер здесь вроде такого танка еще будет исполнять. Ну... Но хотел ловить, не о чем, я думаю, о них. Может быть, Блудсикеры в Мидл поставить. Вайпер, Блудсикер, Темпларка. Я вот вижу Саленсера в центре, я просто понимаю, насколько будет плохо имперцам. Вот просто плохо будет. Зевса, Квапу, Дизраптер, так загнобит этот Саленсер. Вайпер. Это Вайпер. Выберите своего героя. Ну, толстенький. Пойдет вперед, впитает какой-то урон. Будет таким живым щитом вместе с Кентавром для ЦК. Да, и они все вторыми будут. У них просто очень жесткий пик. У них вот эти три толстых персонажа, да, там Кентавр будет какой-то там Блинк, Худ иметь. ЦК сам по себе толстый будет, да, за счет там артефактов, всяких армлета там и так далее, Тараски. Ну, и Вайпер тоже. Сам по себе толстый персонаж там за счет своей пассивки и так далее. Это плюс ко всему хил Дазла, Грейв Дазла, армор от Вива и от Феникса тоже от Лазера, от Санрея. Тоже хил. Как раз в процентах по этим толстым персонажам. Слушай, ну они вот сделали то, чего мы опасались. Я говорю сейчас про Эмпайр. Это Салленд на керри в Энджи Фолл Спирит, это Суппорт Девса от Йоку. Ну, вот мне не нравится. Вот я предполагал, вот этот вариант второй, да, вот как раз, как вот они сейчас расставят. Ну, не знаю, мне не нравится. У них просто Лондроид будет без всего. Там Чаус Найт. Ну, хотя он будет подфармливать, да, вот этот старый, там добрый, вот этим медведем отвел крипов, там, как Адмирал Бульдог делал, да, в принципе, как сейчас у всех лайнеры делают. Там я-то что-то подфармил. Но у Чаус Найт будет больше. Ну, будет намного больше. И вообще они походу... Нет, ну Тейл... Дабл в Медл что-то ставят против Квапы. Резоль. Джеракс на Дазли. Хотя посмотрим. Не знаю, мне не нравится, вот как распределили сейчас героев Империи. Думаю, думаю, думаю. Как-то вот совсем. А у меня в памяти всплывает прошедший матч недавний, по-моему, на этом же турнире, где на Суппорт Зевси очень круто отыграл Ебзор. Ябзор всегда отыгрывает круто на Суппорт Зевси. Ну да. Он из четверки такой превратился в полноценного кора с этим нимбусом. Боже, что он говорил. Мне кажется, он топ-1 ДПС, наверное, в драке был. Он не в драке, а в игре. Как обычно. Это бывает у четверки Зевса. Я видел очень много матчей от Ебзора как раз на этом Суппорт Зевси. И от Джаша того же, тоже на Суппорт Зевси. Хотя ликвидание. Реже берут от этого Зевса, но все равно. Ибзор, да. Климент ему набирает этих персонажей постоянно. И он там нормально. Ну, Назевси, да. Назевси, он всегда топ-1 ДПС, если вот игра затянулась там за 30-ю минуту. Назевси слишком много ДПС. Как раз Каю покупает. Покупается там, не знаю, линзу Каю, и все. Ему хватает уже, чтобы наносить. Ну, плюс там Аганим, да, добавляет потом. Какой-то. Сильный персонаж с потенциалом хорошим. То есть ты всегда имеешь возможность в замесе сделать фраг. Даже если у тебя старт был просто ужасный, тебе достаточно в один момент в нужный момент дать молнию. Фармить ты можешь в любой стадии всегда. Если тебе кор героев дают пространство, даешь молнии парочку, забираешь с большой дистанции крипов. То есть потенциал у Зевса вот в четвертой позиции выйти в полноценного кора, он есть. Таланты превосходные. Артефакты можно собрать тоже крутые. Поэтому Зевс это действительно очень неплохая четверка. Единственное, что на стадии лейнинга вот это вот отсутствие станов и замедления и очень мало здоровья, оно, конечно, сказывается. Но нужно играть правильно на этом герое. Посмотрим, удастся ли это сделать Йоку. Так, ну и что у нас по линиям-то в итоге получается? Снова какие-то свапы, перемещения до встречи уже непосредственно с нами их линиях. Увидим флайм и пока на оффлейне. Резолюшн подтягивается туда же. Так, это интересно. В центре, но Тейл на Вайпере. Джерекс ему поначалу, судя по всему, будет помогать. Здесь Гостик в центр пошел. Боже, как они свапаются. Как они свапаются. Что те, что другие. Да, свапаются они так и вот. И на самом деле проблемы должны быть у нас у ребят из ОДЖИ в оффлейне по идее должны быть проблемы. Но это поспорим. Потому что Йоку должен там хорошо с FN как раз за счет молнии, за счет загонять у нас Феникса с... Сейчас на этом стики им срочно нужны. Прям первым этому... Вот как неприятно сейчас делает у нас флайм. Сейчас бы станчик... А, станчик нет. Тут такая линия, которой нужно опасаться. Потому что внезапно рифт и стан. Феникс там пролетит и будет минус. То тот же Йоку, например, не спасется. Это факт. У клопы, конечно, будет блинг в сторону. Молодец. Все будет худо. Так что здесь прям предельно аккуратно нужно быть. А в центре, конечно, война вот таких медведей против вайпера. Я сомневаюсь, что тут кого-то здесь может убить. Скорее оба этих персонажа будут получать свой нормальный клипстат. Докторые друг у друга донайт, конечно же. Ну, это будет самая неинтересная линия, если сюда не придут саппорты. А сверху начинаются уже какие-то столкновения. Сво пошел размениваться с мипошкой. Так. Раптор. Кентау. Ага. Меняемся, меняемся. Салента нет. Стан получает только-только второй уровень. Появляется стан. Закидывают его сразу же в СВО. Очень больно СВО. И это ферстбат для Салента. Да. Тоже неприятная линия. Очень неприятная линия. Тут здесь Кентауэр с Даззлом. Вот этих двух ранжевиков. Конечно, трудно будет. Очень трудно. Неплохо расставили линию у нас имперца. Ну, вверх выигрывается. В центре нормально все. Самое... Да, самое главное для империи как раз то, что они лайн хорошо поставили и они своего вот этого лондруида обезопасили. Они поставили две даблы неплохие. А лондруид не в оффлайне стоит там и ничего не делает. Он стоит на миде. где будет фарм получать. Это самое оптимальное решение было как раз в их разборе, когда они героев разбирали. Опять мы видим ту ситуацию, при которой ребята из Эмпайр первые пять минут проходят просто великолепно. У них топовые крипстаты. Все замечательно. Резолюшн траблы. Резолюшн стоит в оффлайне в соло практически. На миду. На нотайла. Выход. Колечко. Чуть маны не хватает как раз. А может сейчас догонят. Будет догонять. Будет догонять. Будет в гости хорошо. Качественная Микошка вышел. А Натыл как здесь хотел спрятаться вот в этих трех соснах? Скажите. Не знаю. Куда? Там нет негде спрятаться. На него нет танга. Что он планировал? Такой вайпер медленный герой. Он и так еле двигается без ботинка. А если еще на него как раз положить эффект от орба фенома, который там стакает, то он совсем перед... Ну, посмотри, вот у него просто мувспит 247. Еле-еле. У тебя аж просто не двигается, парень. Надо срочно сапог себе нафармить на Тейл. Убирать пока нельзя. Но будет под своей вышкой линия подпушилась. Должен набрать свое. Хороший выпад получился. 2-0. У Эмпайр опять же топовый крипстат. Все замечательно. Пока все идет хорошо. Первые 4 минуты полет нормальный. На ФН пытались напасть. ФН, конечно же, делает блинг назад. И таким образом Клапу не забрать. Таким образом можно убить Зевса. Но Зевс ушел. Зевс нельзя убить. Он в безопасной как раз расстоянии стоит. У него было 4 Clarity Potion. Все 4 ему он потратил. Как раз таки за счет похарасил. Очень неплохо у нас ребята из команды ОДЖ. Линия, но все равно линию они чуть-чуть не то, что проигрывают. Но регенов не осталось у нас у Эмпайрцев на этой линии. Вообще снизу Клапов соло оставлять нельзя против двух героев, конечно. В центре опять снова выход на Нутейла. Тут же потягивается Джеракс. Нет, у него Шалу Грейву был подхил хил он дал. Что дальше? На Тейл Тандерстрайк и он его добивает. Джеракса тоже можно? Ой, Мепошка еще умрет. Или нет? Нет. 9 хп. Нормально, нормально все. Правда, самого Джеракса тоже забрать не смогли. И ЦК покипает снизу. Йоку сюда подоспел. Вот оно что. Только-только разрушил снизу. На хостах убежал. На Гостик сейчас может быть выход. Но там второй там второй Сандрей. И Повашкова видит через варт и сейчас будет забирать его хосты и просто через лазер будет его сжигать здесь. Должен, должен, должен. Летит, 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 летит. Уйдет ли, идет ли? Ну там дайв. Там есть дайв. Отлично. Флайв. Просто великолепно. Ну как увидел этого лоу-хпшного дезраптора просто глаза загорели сразу тп сразу идти за фрагом, за фрагом очень полезно. Ну на хостах был. Почему бы нет? Да. 4-1. Ну, счет размочили ребята из OG. Так, с ней вверх перетянулся резолюш. Он тут же хватает сейчас. Мипошка, потому что этого не ожидал. Секунд, двухсекундный стан не поймал. Ставит, что-то кинетик. Стан у нас был от Сайлента. СФО можно забирать. Стики есть, да, 9 стиков еще есть у Сайлента. Сайлента не заберешь. Ну, СФО тоже были стики. Выживают за счет них, но очень много хп потратили. Вот такая классическая расстановка линии от OG, мне кажется, взаимеет успех, потому что вот сейчас резолюшн на легкой, при поддержке саппорта должно у него все быть хорошо здесь. Не то, что на оффлейне. А кентавр пусть терпит на сложной линии, свой это делать умеет. У него уже четвертый уровень, должно быть все окей. Вот так вот получше будет для OG, мне кажется. Ну, плюс ко всему ЦК не с пустыми руками сюда пришел. Да, вот у него все-таки 25 убитых крипов с оффлейна. Это тоже неплохо. Да, была смерть, но старт он свой неплохой получил. Сейчас нужна только помощь от суппорта, потому что сюда уже к Сайленту потягивается Йоку и дабла. Гостик в центре. Убивает Вайпер. Сейчас еще и Джерекса можно убить. Корни, если сработает, ставится кинетик, Корни срабатывает, хочет убить в ответ Спирит Бэра, Спирит Бэр. Ай, не сдалось донайт здесь Гостику в итоге. И 300 колды еще. На самом деле, очень хорошо разменялся у нас здесь Джерекс. Убил этого Смона. Вот Гостик не на Тейл. На Тейл бы с донайл, да? Гостик с донайть не смог. Вот как раз таки старт предыдущего матча. Мы помним, та же самая ситуация. И там против трех героев но Тейл своего Спирит Бэра с донайл. Но здесь Гостик не получилось против Даззла. Гоняет у нас имперцы по всем линиям. OG. Неплохо пока все выглядит. Но опять же, да. Опять стадия лайнинга вот эти 6 минут. Сейчас OG начнут двигаться при получении своих левелов. Сейчас будут какие-то решения. Сейчас Кентрауэр шестой скоро получит. И Пошка вниз перемещается. ФН маны нету. Солдинг тут крутится через 10. Как раз ультимейт будет качать сейчас 10-10-10 до Солдинга. Если через ультимейт можно будет попробовать Краскин Тауэра у нас забрать. Но маны не хватит. Одна Шрайна. Шрайна есть. Я думаю, он захочет сходить туда. Ну, чтобы сделать фраг. С другой стороны не хочет составлять линию. Здесь все-таки фарм идет УФН весьма неплохой. Поэтому вот такого можно забрать. С его заходит слишком далеко. Шадоустрайк. Скорим. Такого должны прибивать. Есть ики 5. Есть стиков, но Тагендор ставится и... УФН забирает. Отлично. Просто великолепное у нас движение по всей карте на топе. Сайлент. Есть стики. Есть еще рейндропы. Свап. Тиммейта подставил. Сайлент все равно погибает, но миплошка, правда, выжил. А сами могли добить. Спокойно флая. Да, то, что сейчас будет происходить, скорее всего. Но там грейв. Там грейв. Отличный ТП. Надо было сразу на Йоко выходить. Пытаться делать. Делать рассказ, пока забирали они Revengeful Spirit. Да, вот особенность этого мода Кэппетен Страфта, что противник просто может взять Даззл каким-то вторым или третьим пиком, и вы просто не имеете чисто какой-то физической возможности законтрить этого Даззла сразу. Вы не пикаете Акса, уже нет возможности взять, условно, Скаймага, потому что, может быть, его нет в пуле. Там нет каких-то жестких сайленсов, поэтому Даззла придется терпеть в этой игре. Ну, единственное, что, если, может быть, каким-то образом Дезаптер до него дойдет, но это вряд ли. Даззла всегда занимает хорошую позицию позади. Опять! Снизу! С4! Минус! Ну, что я лавел получил? Шестой есть. 8-3! Империя. На предыдущей карте было абсолютно то же самое. Был счет 8-2, была девятая минута, начинался. Они так же вели 3000 по золоту. Так, с Феникса можно подловить. Тандерстрайк. Глимс есть второго уровня. Мепошка сам теперь на хосте мстит. Мы помним, в прошлый раз Флай также на хосте убивал Мепошка. Хороший свап. Просто сбивает этим свапом моментальный карус дайв. Никогда не уходит. 9-3. Ну, доминация темпает. Она прям явная. Доминация полнейшая. Просто доминация полнейшая. Никто не фармит. Ни один герой на карте в IG не фармит нормально. Тут уже метасу. Гвоздика с центра. Великолепно. Замечательно. Вообще, третья Нетфорс еще даже. При этом. Да. Клопа очень много фрагов сделал там снизу как раз. Вместе с и Дизраптором, и с Зевсом. И с Лимгой. Да, обратите внимание, ФН будет играть через быстрый Саленс, судя по его закупу. Раньше как-то отдавалось предпочтение через там, 2-0 покупать себе в будущем Вейл. Очень быстрый Вейл для команды. Всегда, конечно, круто смотрелось. Под Дизраптор, того же под Зевсом, например. Но ФН решил, что нужен Саленс кого-то затыкать. А здесь Даззл нужно затыкать. Да, Даззл и Феникс, может. И Даззл, и Феникс, Саленс, и у многих персонажей прям именно зашел в драку. Ну, тут можно боевую квапу делать. На самом деле, тут можно собрать себе как раз Орхид, собрать себе БКБ, собрать себе Кирасу, там какой-то Мьолнер добавить, может быть. И вот потом Блуторн. В общем, такая здесь имеет место быть. Центр, возможно, будет выплатан на Тейл, там ныряет. Видим, ФН, Шадоу, Страйк. Корни с первого удара будут? Будут. Прямо. Нет, 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 нет. Нет, еще раз нет. Там регенит флай уже во всю СВО рядышком тоже. У СВО был ультимейт, он его просто не использовал. Но это вот атака не прошла. Да, вайпер лучше не бить, когда он по третьим санрейм стоит. Большую демьер себе нанесешь, плюс стики, и он еще будет заряжаться. Перед носом мой СВО просто своровал одну баунт, сейчас уберет еще и вторую баунт. Правильно. Так и надо СВО оставлять без денег, потому что СВО страдает сейчас. Он купил себе вот этот стандартный набор тапочек и стики, рейн-дропы себе тоже взял, но вот до блинка ему еще очень далеко. Это тебе не панда. На панде поиграл. Жесткий саймл пробивает. Саймл тоже толстенький. Сейчас еще доберется Power Threats. Как раз в ближайшую там минутку, наверное, будет совсем там 1400 хп ходить. Такой уже непробиваемый будет Vengeful Spirit. Vengeful Spirit хороша. Вот на стадии лейнинга здорово смотрит своим станом. Потом в мид-гейме за счет того, что покупает себе эти аурные артефакты, как виллый барабан в центре выхода. Временем под ультимейтом СФО побежали вперед. Нутейл пытался затыкать Queen of Pain. Квапа все-таки погибает. Неплохо получилось Курьера. Ну, Нутейл тоже должен убирать. Ну, не знаю. Корни. Там Грейв. Корни. Может быть Грейв? Может быть Грейв? Свежор! Свежор! Грейв успевает такие Джеракс дать. А что дальше? Пойзентач по всем. Замедлить самое главное Спирит Бэрой и Нутейла спасать. Здорово было сыграно. И хил ему еще накидывают. Великолепно. Просто великолепно. Просто Джеракс на последних моментах и возвращают его. Опять Нутейл убивать. Там Санрей. Там Санрей. Там Санрей, там нет. Лучше на такого не уходить. Они сейчас еще и потеряют медведя. Ай-яй-яй. Мне казалось, Гвостик делал все правильно и красиво. Он в нужный момент давал Сэйвэдж Рор так, чтобы Джеракс не смог дать Шеллоу Грейв. Но за Сэйвэдж Рор они просто не убили Нутейл. Да, там один удар буквально оставался. Просто одну тычку поддуть на этого вайфера и птица упадет. И в итоге опять начинаются первые такие локальные сражения. Три на три, там четыре на четыре и ЛД смотрится супер красочно. Да, и преимущество было три тысячи. Оно вроде должно расти при таком счете. Но уже две тысячи. Сейчас Медведь падает минус триста. Еще в плюсик, да? Все. И уже в Нетворсе подровнялись и Резоль там сверху уже за Тауэром фармит. И Кентавра одного оставили. Стоит он против Фэнш Фолл Спирит один на один. Получает там левел и какую-то определенную золото. Ну, в общем, вот. Начинается. А они в два, в три героя, в два суппорта, которые жестко лечат. Да, и Вайпера, который там под Стампидом набегал, забирал Коин оф Пейн. Просто делают экшен. Они умеют хорошо, грамотно комбинировать и распределять ресурсы по карте. Да, но вот жив в два хилла, конечно, это просто легендарный драфт постоянно. Флай, где вечно есть сейф, где вечно помогают на каких-то минимальных запасах здоровья. Казалось бы, ты как там вот, имея касты какие-то, имея нюки, волшебные ультимейты, залетаешь, даешь фокус по одному герою и вот, вот он минус. Но нет, все портит. Например, какой-нибудь Джерекс на Дазли, а раньше там Флай на Дазли, который кинет Грейв, потом подхил какой-то, вы никого не убили, а сами оказались по уши где-то в ЦК, в Фениксе и погибли. Это вот стандартная, стандартная история, которая происходит с любыми командами, которые играют против OG. Это все 4 выигранных мейджора были суппорты, вот эти жесткие подсейверы у Флая. На франковском мейджоре это был Дазл Висп, как мне память не изменяет, потом опять Дазл Винтеру Верну, а потом на Шанхае Феникс в моду вошел, как раз таки в тот момент, да, как раз мы помним, а нет, по-моему, как раз таки сначала был Феникс, а потом уже Винтеру Верну как он появился. Ну, в общем, да, вот эти герои, Дазл, Висп, Феникс, Винтеру Верну, это все вот герои Флая, с которыми он выигрывал все вот эти свои 4 мейджора. Он и его там подопечный, его коллектив, да, Имперцам будет очень тяжело. Очень тяжело. Ну, вот возвращая, кстати, вопросу о Vengeful Spirit, говорил о том, насколько хороша Vengeful Spirit на стадии early game за счет стана, да, то есть элементарно есть нюк, от которым ты можешь убивать оффлейнера чужого. Хороша в мид-гейме, потому что собирает себе вот эти аурные популярные артефакты в виде Drum of Endurance, в виде Ring of Aquila. Но вот главное вовремя и грамотно использовать эту Vengeful Spirit дальше, то есть нагнетать и нагнетать, потому что потом мы никак не сможем сравнить ЦК и Vengeful Spirit, потому что мы поставим просто знак больше, больше для ЦК, потому что ЦК ставим боль, боль, да, знак боли поставим над Салентом, потому что ему будет реально очень больно. Он ни в какое сравнение с ЦК уже не встанет. После того, как у ЦК появится условная сабля, условный армлет. Этого вполне набора хватает. Vengeful Spirit будет падать с одного просто рифта. Ну да, там просто будет щелкать людей, будет напрягивать на Зевс, на Дезераптора, если у тебя не будет всяких там Гастов, и ты... Обычно бывает такое, еще в такой момент на тебя рифтует, и ты не успеваешь этот Гаст поражать. Просто не дощелкал этот Гаст, и ты уже упал. Резоль. Что у нас у Резоля? У Резоля приближается армлет. Вот совсем скоро. Это уже неприятно. Значит, у него будет там уже 1700 хп, там в 1800 900 при включенном. Его уже будет трудно забрать. Вообще, тут некем пока забирать. А в будущем даже и этот Спирит Бэр не будет большой проблемой. Просто элементарно за реалити рифтом так же будет просто склеиваться. Минус броня. Все, ладно. Да, падает медвежонок. Застается, кстати говоря, деньги Флая. Ну, кстати, Флай вот так вот забрав пару медведей может надеяться на покупку Мидас какого-то. Почему бы и нет? Феникс с артефактами это тоже, на самом деле, сильная штука. Сильная птица. Посмотрим, как будет развиваться дальше Флай. Хочется, наверное, в этой игре и увидеть Весел какой-то на одном из героев Луджи. Так, а теперь, в ней вышку доняет ФН на верхней линии и вот начинает понемногу собирать первый Обливиан Став, затем, конечно же, будет второй. Но надо использовать почаще свой ультимейт. Пока Соник мы особо не видели, а сдувать того же там Феникса и Дазла хочется. Хочется делать фраги. Ситуация пока не предрасполагает, к этому. Так, Стам, залетает, Кентавра, Сален, в агрессию пошел. Сален сейчас силен, мы это понимаем, прекрасно. Свой тоже понимает, пока отходит. Ультимейт у него откатывается только-только. Если что, под Стамбидом будет жить, наверное. Здесь стоит Вард. Ну, попытается, я думаю, Кентавра сейчас каким-то образом забрать. Забегает из Свой. Его прекрасно видели. Сейчас можно просто-напросто зажать со всех сторон. Идет вперед Девс. Сейчас даст Фу. Да, но и сходит Шул неправ. Стамбид, но ты в Кинетик Филде. Получаешь, там, Сален. Кто-то бегает, даже тратить не будет, просто я каких-то скиллов даю Сайл, и на миди. На миди пытается забрать у нас Тавр. Холмут-доминатор собрал у нас на Тейл. Такой интересный выбор. Сейчас будут его пытаться забрать, но там Феникс рядом. Моментально под Хилл будет. Его прям ставит к Шторм пытается забрать, а он регенится. Он регенится, он жутко регенится, Он очень с иннергенцией Неплохой Sonic Wave FN здорово раскоставался с High Ground Ставится Supernova Silent старается разрушить Должно получиться Да, разрушает еще Supernova По итогу минус 3 В размен 1 дизрап Неплохо получилось Больно Все равно больно Это пока Это Viper без всего У него вообще ничего не было Был только Hellman в доминаторе Доминаторе и рейндропе Плюс тики там, да Это пока они пытаются справиться Только с мидером Не забываем о чем знать Вот он, Ромлет Вот он уже потихонечку Выходит в саблю Джерксон собирался на медальку Мы видели, как было больно Queen of Pain Получаем медальку Shadow Wave по крипам Но потом сразу лишается Часть своего здоровья Ну, хорошая драка Тем не менее для Empire Там и Silent себя показал И Клопа тоже хорошо раскоставался Sonic Wave был все-таки использован Это в радость И сразу же приобретается Котер Став Так что все идет неплохо Empire 4000 преимущества 12-5 Три топ Нетфорса Принадлежат их кор-героям С этим можно работать С этим нужно Работать, с этим нужно Идти давить Даже больше скажу Нужно просто пойти сейчас И сломать Тир-1 дышки Все абсолютно Не давать пространства ЦК Он уже и так многое получил Но получит еще больше Если в таком же темпе Игра продолжится Стяжка вниз Вот Элл дабл дамаж Но это все под вардом было Хорошо вардик у нас Ставит у нас от имперцев На нижней руне Стягивает сюда Под кентавром уже Четыре персонажа Даже пять, наверное, персонажей Эрсоль тоже в ней сбежит И это моментальный Размен будет линиями Гостик уже забирает Можно чуть-чуть Идти не на второй тавр Ну фуловый тавр снять Да, Эллу, конечно, пробивает Забыл Или можно Переагрить крипов Себя можно как бы Чтоб Тертавар не бил Гост идет дальше Ну правильно Противника пока нет Линия свободна Можно пушить Надо собирать на свой сакар трейли Команда его тем временем в центре Так, возможно, будет какой-то свап Сейчас Сайлент ускоряется Под барабанами Вейв дал Свапает Джеракс Джеракс Грейв на себя моментально Какое-то время поживет еще АТП даже, да? Вот так вот мы, значит, работаем Джеракс Ну нет, так не работает Погибает Тут же Стампит на развороте Флай пошел Санреем Тут же ЦК цепляет И очень быстро уничтожает Квин оф Пейн Клапа без шанса Отправляет в таверну Там еще неплохой стан Кентавр был с доминатора От Вайпера Здорово сработали А дальше СФО за мипошкой Бринка нет И поэтому Не догонит Мидл Очередной Замес 5 на 5 Который успешно Джей проводит Так, брат, тут СФО Добегался В кинетике Его зажимает Дистанции расстреливают Есть тики СФО на развороте Пытался у тебя просто Оставаться Не получилось этого сделать Йоку серия убийств Мипошка Глимс через секунду Буквально Давайте еще одного Подцепим на ту же точку Сможем? Вот, Нотейл Его же видно Прекрасно Да, его возвращают Саллен здесь Стана накрывает Подмен с армором Вайпера больно Вайпер вставай Ой-ой-ой Кому больно-то будет сейчас? Может быть Саллен-то будет больно? Саллен-то пешки нет Саллен-то будет больно Потому что там Резольт подбегает уже Подставим Ну, Пошку за это заберут Под медальку Да Ну, такая себе попытка Забрать Вайпера, конечно Вдвоем Тяжеловато Все-таки пробивается Персонаж Слушай, уже обрастаются Уже очень сильно Обрастаются жиром Смотри, просто У Нотейла Там уже 2000 золота Плюс вот эти артефакты Сейчас он что-то себе купит У него будет очень толстый Чаус Найт 2000 здоровья Уже У него там В включенном Армлету даже больше Ой, нашли Гостика Ой, нашли Гостика Под смоками Гостик Бежать А как бежать-то Если бежать не дают Стан 3 секунд И Севед Шор Есть медвежонка Но под замедлением Жутким Еще и под медалькой Расстреливают в спину Фраг делает все же Нотейл Сирио Бист Гостика Очень неприятно 50 секунд, наверное Ну, самое главное Что он не успел Купить себе Саккар Трелик 3500 осталось Всего лишь Копейки какие-то До покупки этого заветного айтема Это называется тайминг Очень грамотно Вовремя И в нужный момент Подловили у нас Аджи Этого лондроида Флай Надо улетать Карус дайв Нужен вишен Для мемпошки Мемпошка Мемпошка Глимсом хочется цепануть Нет, нет, нет Не получается Флай все здорово сделал Спас Да, вот то мы говорили Мидас, друзья Мидас на Фениксе Во-первых, Мидас на Фениксе Во-вторых Имперцы уже не хотят Просто так в лобовую Драться против Аджи Прекрасно понимаю Чем это может закончиться Как раз этими все Пациевами хорошими На суппорт в команде Оджи Так, мне нужна Срочно Качественная аналитика По Shadow Blade На Vengeful Spirit В этом ситуации Это просто артефакт Такой, с которого Ты начинаешь драку Все Собирают Shadow Blade На Vengeful Spirit Ну, ладно, не все Вру Но Тоже, когда На Vengeful Spirit Играет Частенько Мне его сборка Мне нравится Я не суждаюсь За эту сборку Она тоже, в принципе, рабочая Но если игра Идет в другом русле Здесь тебе нужно Вытанковывать Здесь тебе нужно Как раз быть Вот этим дамагером Который включат БКБ И просто будет Начнет на Яре Shadow Blade Ну, что Shadow Blade Ну, тебе поможет Что-то Ты потратишь Просто там Две Семьсот денег На этот Shadow Blade Который тебе, в принципе Ничего не даст На эти же деньги Можно купить себе Не знаю, если ты ходишь Но фармить Что-то делать Тот же самый Майл Штром Который тебе ускорит фарм И который В перспективе Потом против Чаус На это Неплохо работает Shadow Blade Здесь Просто юзал шмот Вот кто-то Важно подметил Что все-таки Основной противник Для Vengeful Spirit Изначально по игре Это все-таки ЦК Но победить ЦК С помощью Shadow Blade Невозможно Можно победить С помощью молний Можно победить С помощью БКБ Скорость атаки Плотности Можно попытаться Хотя бы Что-то ему противопоставить Но с ШБ Но посмотрим Может быть Таст и реализовать Конечно С вами Вот он сейчас Форстав собирает Еще один Еще один защитный артефакт Ты либо собираешь Shadow Blade Который тебе дает Защитный артефакт Дальше ты собираешь Там Blackenbar сразу То, что ты без Blackenbar Здесь тебе вообще Не сможет драться никак Либо ты собираешь Форстав Ну, соответственно Там пику Форстав Через DragonLine Сыграешь Становишься толще И потом собираешь Уже Blackenbar Потому что у тебя Уже есть защитные артефакта Ну, два защитных артефакта Это не то Здесь нет необходимости На два защитных артефакта Ну, тут драка Тем временем Два ультимейта Просто выкинули В Даттла Чтобы его убить Это было слишком много Потрачено ресурсов И, конечно Импайр Нужно убегать Ко сможет Ну, вот он Shadow Blade Который Его просто Сразу просветку Артефакт Который Должен работать Разменяли даззлы На два ультимейта Еще на Керри своего Причем Венжи Full Spirit Погибла уже Будучи на базе Ядов Вайпер Неприятно Вайпер тоже купил Себе тоже Сайлент Мы видим Так же, как и на Впейн Интересно Такая сборка Нутейл, конечно Доминатор И Орхит Я вот таких сборок На вайпере Давно уже не видел Интересная сборка Интересно Ну, это ответка На ту же клапу Которую Вынуждена Будет собирать Блокенбар В общем Венгарь здесь Выбывает Из игры Здесь она Не боец Уже, да? Здесь будет Весь расчет На ландруида И как раз На Коин оф Пейн Как они будут собираться Как у них будет Играть Венгарь здесь Такую спортящую роль Исполняет Там Как раз Этого Шадоу Блэда Может Начинать драки Там сейвить Уходить Шадоу Блэд Разводить На эти дасты Ну, значит Будет не подставиться Под рифт, конечно, ЦК Там или под стан какой-то Потому что моментально Венгарь Фулс Перед сотрут С лица этой карты Ну, а что сделать? Ну, пока сплитпуш идет Пока сплитпуш Нижняя линия Поддавливает Резолюшн Центр поддавливает Его командой Только лишь в верхней линии Довольствуется Эмпайр Хотя бы там Они пытаются Что-то на фарме Снести вышку Подобную ситуацию Мы видели уже И в предыдущей карте Больше по карте получают Тут же Больше денег собирают Больше Очень много Все отыгрывают Товара забирают Внешнюю товара падают Два внешних тавера на один Сейчас разминялись У нас Эмперцы Резоль уже С даггером будет Сейчас должен докупить его Как раз таки Где-то он Курьер летит Может принести его себе Так, хороший Интезатор Скорее факт Следующий Таймитараска будет Скорее всего Минус Сайлент Ну там команда Резолюшен Там тавер Стягивается Он умрет Хороший Вижу Просто Я убайтюсь на катапульту А вот здесь Все знает Шаба 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 Вот он Шаба Ладно Две 700 голды Потракли Реализовано Реализовано Окупилась Окупилась Ну ладно Сейчас знает Таггер Не долетел Был бы Даггер Он бумер Само конечно Зажатый Сейчас Эмпайр Бегают В районе Не знать Что делать У них есть Клопа С орхидом И вот Она Была Реализована Только На Даззла Один раз На Даззла Не на Ковара Какого-то Просто На Даззла На Резолюшен Они не могут Напасть Он Под Айгесом Где-то Как-то Пойти Вижн Агрессивный Стоит Хороший Да В чужом Лесу Но там Вот же Контролируешь Все линии Подпушиваются Мы видим Вив Использовали ОДЖИ Драться Против них Сейчас Вообще Нельзя Ну и Последний Внешний Тауэр ОДЖИ Будут Забирать Бегают В своем Лесу Каких-то Денег Себе Заработать ОДЖИ Просто Ждут Драки Они Идут Прям Давайте 5 на 5 Давайте Мы ждем Вы уже Настолько Толстые Давайте Подеремся Минус Мипошка Моментально Ну вот Надо бы Гостику Не погибнуть Сейчас Одновременно Прожигает Его Флай И Спиритбэра И самого Гостика Уйти Уйти Святый Не используется Но вводит Спиритбэра Подальше От себя Его нужно Будет Отдать И Трисоточки Отправляется У нас Парни С Киева А Смотрите Какой план Перехват Гостик Подумал Что на верхней Линии Будет ему Спасение Призвав Нового Спиритбэра Уже выходит Отряд Отряд Зеленых И Так Курьер Где-то Подрезан Неприятно Гостик Гостик Спасение Не на базе Своей Не на фонтане Гостик Беги На базу Противника Там Твое Спасение Гостик Гостик Не убежал В панике Еще Саучерор Не очень Хорошо Прожал Да Ой Слушай Хорошо Зажимает Неплошко Правда Одного Хотя По Супернову Можно уничтожить Так Супернов Соник Мимо Не попадает По резолюшну Соник Вейв Как же так Получилось Так Лопа Йоко Должен Сейчас Тоже С рифта Умирать Ну Резолюшн Сейчас Просто Всех Убьет Неплошко Тоже Ультра Килл Возвращайся Возвращайся ФН Да Вот Это Должен быть Рампэйдж Для Романа Будьте Отдает ему Рампэйдж Нет Анна Тейл Тучкой Забирает Они Тучкой Ядом То есть Отдавал Отдавал Там уже Никто Не стрелял Видно Было Что Хотели У нас Роме Отдать Рампэйдж Но Яд Все таки Сработал Моя Вина А так Близки От своего Счастья Были Сейчас Эмпайр В этой Драке Ну Соник Вейвом По резолюшну С лоу ХП Не попасть Да Отдобили бы Этого Чарлс Найта И Дракон По-другому Сложил Дэйв Они бы Уже Гнали Как раз Героя Команды ОДЖИ Потому Что Без Чарлс Найта Надо Отходить Сейчас ОДЖИ Видите На шрайн Спокойно Фармить Чужие Леса Фармить Свои Леса Нотейл Уйдет Нотейл Нотейл Немного Здесь Не сделает Еще Тучина Геро Это Плюет Как раз Мы Стампедом Еще Помогает Сво Ну что Отпиваться Будет У нас Думаю Даже Отпиваться Не будут Все Фуловые Фуловые Резоль Разрешится Резоль Подлечит Афлай Афлай У нас Танковые Ботинки Потому Что Тараско Приближается Это Самое Неприятное Ты Как бы И Такого Челос На это Не смог Забрать За счет Очень Многих Скиллов А тут Тараско Максим Кто Может Пробить Будет С Пробить Лайтинг Болт Арк Лайтинг Ультимейт Все это Повторить Неоднократно Мы говорили о том Что Зевс Может быть Полезным Он может Стать Полноценным Кор-героем Но Случай Если у команды Все неплохо Здесь у команды Импайр Все плохо И у Зевса Мало денег Купил себе Только Каю Догоним Мы еще Очень далеко Нужно выиграть Драку Нужно сделать Камбэк Центр Выход На флай Попытаться Нет Решающий драк Он на подсеве Он на подсеве Ему все грейв дадут Он прямо моментально Юл Юл Грейв Да Ну тут Ниш Сайланс Хороший На Джерекса Положил Как раз Вейфен Отлично Красавчик Резолюшн Надо добирать Глимс Резолюшн Страдает Резоль Резоль Грейв Получает Теперь уже точно Забрали Венжифл Спирит Возвращается Феникс Уже после Вайбэка Гонит Мипошку Резолюшн Конечно же Будет жить Спользуется Стампит Мипошку Убили Дальше Дальше Лететь Если вы понимаете Дальше Еще есть Цели Которые Отступают Можно прыгнуть На двоих Прямо сейчас Кентауэр Забрал У нас Резоль Все-таки Ифен Реабилитировался В этой даке Очень здорово Все сделал Первый раз Накрыл Дазла Очень рисковал На самом деле Если просто Резоль Проиграл Арбалетом И накинули бы Стан Умер бы У нас Здесь Йоку Еще видят Йоку Тоже Отпускать Не будут Нету Никого Эскейпа До конца Стан Тратить Не будет Ну да Минус Йоку Сейчас Можно Устанет Уже Да Лепестан Вот Вроде Все хорошо Да Вроде Все так Классно Начиналось Такой Рассказ Классный Так Все ОДжи У нас На лоху По таких Ух Ушли Но Потом Просто На развороте Да Они забрали Феникса Но На развороте Не смогли Оселить Всех оставшихся Персонажей Не ожидали Что у Феникса Уже имеется Юл Конечно Инициация Феникса Казалось бы Ты его Зажимаешь Сразу Статик Шторм И делаешь На нем Быстрый минус Но Феникс Выигрывает Время За счет Юла Летает Там Что-то Приходится Сайленд Стараться На дат Таванч Фосперед Собрал Сильвера Знаешь Почему Чтоб Туда Ты Столько денег Потратил Чтобы На Тейл Пассивку Отключать Или что При этом Сан чуть не погиб И между прочим Будет план Перехват Сейчас 2000 хп На развороте Ему снял Этот вайпер Феникс Под Саленсом Теперь сам Испо Так Оттягивается Джаракс Рядышком Готов Если что Сейвить Нет Решили похоронить Шкукс Саппит Еще теряет Оставить Но все равно Ошибаются Ужи Теряют свое Преимущество Было За счет Ультимати Верси Но это Конвейер Просто Конвейер У нас Был Тут же Наверное Телепорт Делает У нас Терца Потому что Там уже Голые Барыки Стоят Как мы Помним Успокоить С нами Ребятам Из OG Потому что Сейчас Они идут Как-то Вероломно Слишком далеко Вперед Да еще И не всей Команды Дружно Погибают Дождаться Когда Дофармит Резолюши Наконец Свою Тараско Убивать Будет Вообще Невозможно В таком Ситуации И Пойти Еще раз Вместе Прожать Смог Сделать Мину Забрать Рошан Ну в общем Стандартные Расклады Стандартные Планы На побед Потому что Эмпайрам Дается Сейчас Хорошая Возможность Сцепиться Эту игру Они за нее И хватаются Они правильно Абсолютно Все делают Творцы Свои Подняли Какие-то Вот есть Задумки На новые Артефакты Видим Вот так Вот у нас Теперь Играется В доту Серьезно Блэдмейл Блэдмейл Против Кого Ну просто Чтоб Наверное Медведя Не особо Сильно Били Ну чтобы Абмезведи Убивались Абмезведи Да убивались Потому что Любят его Подфокусить Опять Какие-то Проблемки У нас На лане Дисконнекты Дисконнекты Ну вроде бы Игра-то у нас Идет Вторая карта 29 минута Казалось бы Да Но с официального Времени старта Прошло уже очень много Все это и паузы Задержки И очень долгие паузы Между картами Стоит тоже отметить Опять Windows Абдейт какой-нибудь Мм Такое ощущение Что в общем-то Они приехали туда Там стояло Windows 98 И в общем постепенно Windows обновлялся До текущей версии До Windows 10 Постепенно С каждым апдейтом Они играют в Dota У них Windows все лучше становится Сейчас И в Norton Commander Все исправляют А Dota Или как в MS-DOS 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 еще раньше был Да Dota Windows 95 Кажется Бен, сколько же это было давно Ты застал 95-ый Windows? Или MS-DOS? Да, стал Серьезно? Играл на MS-DOS? В смысле пользовался? Много игр было там Через Norton Commander Запускал Как там играл Как они назывались? Master of Orion Master of Magic Такие игры были Не знаю Кто играл Это ну совсем Они прям древние-древние Они крутые были Очень крутые Я вот Позже немножко начал Позже компьютер появился С 95-ой Windows Ну с 94-ого Ну да С 94-ого года Играл Первый Warcraft Как-то вышел В 94-ом году И вот С 94-ом Или в 5-ом Да 94-95 Не помню Уже точно В общем Первый Warcraft Уже проходил В 6 лет Или в 7 В 6-7 Где-то так Ух Времена Я в это время Еще в Dendy катал Компьютер был Непозволительной роскоши Но у меня был Dendy Так что Свою я тоже успел Получить В плане компьютерных игр Так Ну давайте Возвращайтесь LG Сколько можно Давайте Посмотрим эту катку Ну Empire Если сейчас делают Камбэк Друзья Ох Будет какая Третья карта Решающая Потом еще Вич Гейминг Буждает своего соперника Вич Гейминг Я вот не знаю Как на них отразится Такое длительное ожидание Потому что Ребята уже отыграли Свой матч Там миллион лет назад И Сейчас им ждать Я так понимаю Что В Вашингтоне А в Вашингтоне Сейчас по-моему День даже У них сколько там Плюс 12 Не минус 12 Минус 12 часов Или минус 10 часов Тогда у них нормально Нормально Потому что у них там Обед кажется Получается По их времени И Ну в принципе Это нормальная ситуация Это у нас сейчас Мы сидим С половиной 12 В московском Время И впереди Еще одно Бо-3 То есть Не очень удобно Для СНК-зрителя С другой стороны Опять же Каникулы Выходные Поэтому Можно И посетить Ну все Вроде все на месте Я нажимаю В 9 Погнали Погнали Там бы сразу Нажимать Сироп Что-то Что-то Ждешь Давайте Поиграем Уже В доту Два Комментатора Одного Игрока Не Слышь Там Никто Не Пишет Дор Как Обычно Поехали Поехали О Все-таки Блэйдмейл Приобретен Давай думайте Чем этот Блэйдмейл Нужен был Гостику Прямостью Почему Это Никераса Например Много Дамеджи Вписываются К всякими Разными Персонажами Поэтому Фукусят Этого Медведя Так Резоль Сайлт А Да Вот Где Он его Стер Просто Моментально Лоп Я что-то Даже Не заметил Этот момент Если честно Как это Получилось Там Проблема В том Что Сейчас Будет Попытка Забрать Резоля И Компы Выключаются Они Пишут Наш Компы Продолжает Выключаться Мы Ничего Не можем Поделать Извините Ситуация Такая Сейчас Пойдут Вкусить Резоля И Умрут Семь Перцы А Если Ну В общем Им Некуда Ити Вот Два Героя В ловушке Зевс И Гостик В полной Ловушке Им Просто Спину Полный Где Где Нет Вижена Он В клещах Реально Тиска Пойдут На Резоля Умрут Два Персонажа Точно Уйдет Там Может Мне Пошка Уйдет Да Там ФН Который Стоит Там Безопасность Который Прочитает Ситуацию Я не пойду Дальше Воевать Ну Через Все Скиллы Можно Резоля Вкуснуть Попытаться Но Это Будет Размен Размен Не в пользу Империя Вот Там Все Поляк За Этого Резолюшена Есть Ли Смысл За Него Отдаваться Это Не Факт Абсолютно Не Факт Что Вы Сможете Убить В итоге 3500 ХП Это Не Шутки Вы Можете Кинуть Силенс Соник Вейв Потратить Рассказ Зевса Вроде бы Тоже Неплохой Но 3500 ХП Слишком Много А если Успеет Подойти Дазл Дазл Наверное Не успеет Дазл В километре Находится От ЦК Ну Например Феникс Феникс Ближе Феникс Может Дать Сан Рей Таким Образом Сейвить Резолюшн Поэтому Наверное Действительно Есть смысл Просто Отступить 100% Должен Отступить На С Квин Оф Пейн Потому Что Есть Блокинг Бар А остальные Ну Постольку Поскольку Повезет Не повезет Каким Образом Погиб Сайлен Тоже Большой Вопрос Потому Что Вроде Как Сильвередж У него Есть А он Не зря Собирал Собирать Артефакт Он все-таки Должен Помогать Уходить Из-под Резолюшн Сайлен В инвиз Спрятался Ушел Резолюшн Оказался Видимо Ловче Все Отключается От игры Просто Кошмар Что Происходит У имперцев Теперь Тоже Проблемы Вот Раньше Рофли Там Я Помню Когда Только Такой Был Старт Турнирной Эпохи Да С огромными Призовыми Фондами Когда Это Стало Входить Нашу Постоянную Деятельность Постоянный Обиход Что Каждый Месяц Крутой Турнир Ну Не знаю В 2015 Году Зарождалось Все понятно С первого Интернешнл Но Наверное В 2014 В 2015 Году Все уже Привели К тому Что Турниры Стали Проходить Часто С большими Призовыми Фондами И Все Стало Круто По всему Миру И Тогда Рофлили Сейчас Какие Лаги С компьютерами На Лане 2015 И так Далее Зря Рофлили Потому Что 2018 Проблемы Остаются Они Никуда Не Уходят Это Кибер Спорт И Видимо Проблемы С компами Это То С чем Нам Придется Смириться И Жить Еще Много Много Лет Не Будет Такого Что Мы Когда Посмотрим Лан Будет Хватит Ладно Ладно Он Был Он Будет Ладно Это Серия Турниров Эпицентра Все Хорошо Флай Там Уже Рофли В Твое Время Придется Гостик Присоединяйся К Гостик Еще Держится Да И Пары Все Ливанули А Гости Прям Я Не Хочу Не Хочу У У У У У Все В Порядке У Него И Команда Лж Если Гостик Ливанули Трон У Падет Поэтому Нет Стоит Сколько Нам Трон Падает В Паблике 20 15 20 А Не Знаю Я Обычно Один Из Тех Кто Ливает Поэтому Я Не Знаю Сколько Там Падает Трон Я Не Остаюсь До Конца Не Знаю Хоть Какой Нам Фидбэк Давали Что Ли Короче Вот Сейчас Я вам Показываю Вот Такие Интересные Штуки Вот Вы Нам Пишите Как Вы Смотритесь Матч Как Провели Новый Год Кем Встречали И так Далее Все ваши Интересные Истории Ждем В наши Твиттеры Вопрос Какие Есть К нам Непосредственно Или по Этому Турниру Вы Пишите Не Думайте Что Это Посидели Две Минутки Пауза Дожмется Игра Продолжится Нет Друзья Надеетесь На Реальный Расклад Мы С вами Реалисты Все Пауза У нас Еще Видимо Будет Очень Много Они Будут Продолжительные Не Стесняйтесь Заходите Соцсети Наше Все Будет Двустороннее Общение Поэтому Просто Пишите Пишите Мы будем Вашим Сообщением Чем Чем Вы Вернулась Часть Empire Но Часть Все Еще Отсутствует Такие Расклады Кто Остался Опять А вот И гостик Отлетел Ну Это Цепная Цепная Реакция Пока Не Семь Десятером Из двух Команд Отлетят Вот Он Попался Пишет Fly Качем All Сейчас Джерекс Тоже Доиграется Нельзя Такое Произносить Да 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 Сейчас Карма Придет За ним Сейчас Выкид Остался Но Играет Уже Не Дота Это Называется Останься В живых Останься В игре Тяжко Все Вернулись В игре А Гостика Нет Может Бет Он Тоже Решил Просто Рекомат Сразу Перезагрузиться Чтоб Не Было Этих Проблем В будущем Так Тут У нас Есть В общем Проплаченная Какая-то Информация Небольшая Поступил Платеж В котором Непалевно Абсолютно Хотел Пререкламировать Оффлейнера Команды Нави Подписывайтесь На этого Молодого Человека Мы конечно Не скажем Кто это Потому что Это Пиар Такой Внезапный Light of heaven Light of heaven Конечно Light of heaven Икс И в твиттер Пишите И мы Кидайте корабли Не Ну конечно Генерал Хочет Чтобы подписались На его Инстаграм Заходите Генерал Инстаграм Я правда Не знаю Как он Выглядит Ну Какие Вкладочки Я не подписан Генерал Кажется Виктор Негрини Виктор Негрини Я сам не подписан Но вы подписывайтесь Большой привет Конечно Нави Сейчас Громнейший Ребятки Задоджили Грамотно Этот Минор Могли Приехать Могли Бал Заработать Как так Вот умеет Забайтить Генерал Потому что Я сейчас Почему-то Зашел В инстаграм Нашел Видео И рассматриваю Фотки Во время Трансляции По-моему Есть Занятие Получше Все верно Все верно Риди Там неужели Гостик пишет Что он готов Друзья Давайте пробуем Еще раз 21-20 С 30-й минуты Мы продолжаем Семь смотреть Затем Что будет происходить Сейчас команда Эмпайр Возвращать Тризоли На самом деле Это очень плохой Глимс был Потому что Они все Сейчас попадаются На игроков Команды OG И резолюшную При этом не убивают Гостик погибает Без байбэка Погибает Девс Тоже без байбэка Идеально прочитанный момент Умерли все Кроме Мипошки Который проанализировал Ситуацию И ушел в бок И ФН Который тоже У нас ушел В сторону Да, причем Он не давал Ни соник вв Не использовал Блокинг бак А, нет Да там все уже было Очевидно И понятно Резолюшно Не дофокусить Потому что У нее 3000 Чтоб это было Мог бы по дороге Сейчас здесь Зайти купить Все Тараску еще Чтоб совсем Никаких проблем Не было в жизни Покушайте паузу Конечно Вжух Ихпайр не да Тут уже настолько Жирные у нас ребята Из команды OG Потому что Не знаю Как пробивать Сейчас Вайпер Добавит себе Скади Соответственно Тараска Уризоля Рошана Будут забирать Сыра Игис Конечно же Но я думаю Какой-то Файнал бой будет И понимают Эмпайр Что единственная Возможность Сцепиться за эту Игру Это подраться На Рошане Это смог Последний надежд Но прям Под скан Это чтение Ситуации Тут даже Не выигрыш Драку Никак Тут даже Удаст Уже Айон Диск Он Тебе Грейв По-любому Впихнет Ну все Понимает Что подраться Уже не получится Эмпайр Разворачивать Ну и вот же Сами тоже Не торопятся На чужих Аккаунт Дособирать Себе артефакт Может тоже Прожмут Смог Наконец-то Уризоля Появляется Самая Тараска Аегис Тоже в инвентаре Где-то Вот где-то В ближайшее время Уже игра Должна будет Закончиться Я думаю Ну уж Извините Но почему-то Не верится То что Эмпайр В этой карте Смогут Закомбейч Во всяком случае Я не вижу Ресурсов За счет чего Они это смогут Сделать Вот он Айон диск На Джерексе Ну и возвращать Будет Ой как Джерекс Просто царь Вот Это Все С пословием Из-за того Что ночь Вот не было бы ночи Вот как в доте Решает Как раз Пижен Время дня Время суток То есть Ночь очень сильно решает Очень ночью Классно можно Моцвать Просто вот За одно дерево Забежал Вот за одно дерево И все Его дезраптор Который должен был Ловить Просто у него Спок поймать Потому что он Потерял ее Вижен Очередный раз Окупил Своей шходу Блэйд Он же Сильвередж Саленд Убежал из-под цека Мэтр Получилось Дабл дэмэдж Дэмэдж Очень много У него сейчас Но драться Конечно не получится Можно блокинг бар Срочно Без блокинг бара Саленд Тоже не боится Ну хотя Получается Пока отпушивать линии Создавать Иллюзию активности Пытаться разводить Противника Но главное Здесь с этим Не перестараться Потому что Одна смерть Неловкая От датчик Кургероя И конечно же Он же сразу Проследует на базу Противника Цепляет Время мипошками Мипошка ловит Стан Рифт И глимс Пока улетает Мипошка ставит Кинетик Не подпускает К себе противника И сразу же Используя ТП Мипошка здесь Разобрался В этой ситуации Не успевают Чуть-чуть Добежать до Мипошки Сайлент Сайлент Пропалился Но Шатлблэд Сразу Силер рэч То есть уже Извиняюсь Слушай Можете Занутрил Сможете Да не сможете Кого он убить Уже тут Какого он убьет Какого он у Тейла Действительно Чего это я Он может крип Убить вот так вот Отлично Крепов может убить Ну какой Да не Ты не убьет уже Никого там Сыр Ну на Тейли Если что-то Из Тана Он успеет выйти Да пока он его Будет убивать Там сыр прожмет Сайлл 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 В общем Да не Не Играя тут Без вашего Сперед Самого старта Как она вот Начала собирать Сайллэдж Вопрос задал Зачем Он тут Нужен Он здесь Не нужен Ну ответ Мой получил Оставится Сентр Его видно Сильвередж Получает Вайперстрайк Пойзон тач Туда же Замедление жутко Сайллент Нужно каким-то образом Сэвить Сайллент Сфа врывается Сайллент и не падает Сайллент все-таки уходит Есть Татик Шторм Попадает по одному Лишь только Резолюшн Который очень много Здоровит Суниквей по двоим Задает Фен Хватит ли урона пробить Хотя бы Но Тейл Тейл сыр Использует Резолюшн есть Аегис Пробить очень тяжело Резолюшн еще и получает Шаллоу Грейв Разбирается Спирит Бэром Спирит Бэром Мертв Вызывает нового Медвежонка Снова хил Джеракс работает Готов и флай Если что подсид Резолюшн снова ныряет Под андерстрайком Лишают его жизни Пока лишь только первый Сфо Отличный Есть Тик Шторм Резолюшн пошел дальше Рифт Стан Дизраптора Моментально его съедают Нужно еще кого-то убить Минус медл Сейчас еще флай Всех отлично Флай плюс Джеракс Ну просто моментально Флл КП Все резоли В принципе Не отличится Меда Раска Вот Смотрел Чуть Можешь Потратили все ресурсы На то чтобы выпить Аегис и сыр Это удалось конечно Сделать Но вот теперь Убить бы еще Каким-то образом Команду ОГ На это ресурсов Уже не хватает ОГ спокойно Разбирается с центром И уходит Остается только Нижний Они вышли с базы И у них как бы еще Плюс 2500-3000 денег Как раз таки За счет того Что они столько Строения снесли Но Можно еще Сейчас за ним тут Выйдут просто Как бы На этом все закончится Но у него Шадо Блэйд Ну и манду Скаучи появилась Плюс ко всему Теперь и Сайлент Может он будет сбросить Не покупает себе Даже Блэкинг Барр Не видит в этом Особой нужды Резолюшн Потому что магию Какую-то на него Накидывает А впитает 4000 хп Это вполне Достаточно для того Чтобы впитать Наверное весь Магический проказ Эмпайр пока Очередной смок Один смок Последней надежды Уже был Это второй смок Последней надежды Надежды Остается все меньше Смоков тоже Соответственно Ну и вот она Та самая точка Вот он тот самый Резолюшн И Ну вот Видно его Краешком буквально Все ушел В туман войны Тут не получилось Очень опасно Они одновременно И хотят И одновременно Очень сильно боятся Подставиться Ну джинни рискует Даже прекрасно понимает Что игра у них Плюс-минус Уже в кармане Узкомбэк щитик Будет очень трудно Но шанс на камбэк Есть всегда Поэтому они просто Еще чуть-чуть Отжираются Еще чуть Добавляются итемов Резольт себе Формит бабочку Шестым слотом Вместо Пауэртресс И положит Что идут заканчивать 30 секунд До у нас До фантазма Я думаю На нижнюю линию Или просто драку по меди Ну драку по меди По меди трудно Наверное делать Лучше на нижнюю линию Пойти Там спокойно Подраться Под этот фантазм Пусть там Тер-4 товара Ставят Они все-таки Нет-нет И даже на такой стадии Игры болезненно Бьют Мепошка Если варсуда Сейчас поставят Какой-то Опс Здесь будет Моментальная смерть От Мепошки Нет у них Никакого Пацифы Там Не успел Ничего нафармить Мепошка Хотел наверное Глимер кейп Но Shadow Amulet Не нафарм Он очень сейчас надеется Чтоб сюда не поставили Опс ТП ТП Не видит Шалость удалась Он выжил Шалость удалась Ну вот же прям Действительно Такие Не торопыги Совсем Смог еще прожимает До выверенного Играют До самого Саевого расклада При котором даже Не нужно будет Стараться Смог прожали Тейл просто вырвается На тавр Остальные за спиной Ну понятен План Естественно Empire Все прекрасно понимают Что один Viper Здесь не стоит За ним еще Вот целая команда Теперь иллюзии ЦК пошли Используется Глиф Silent здесь Синициировал Ловит станд Сфо И Silent Silent Как бы выжить С ним Ну Надо хайп прожать У нас Сфо Silent BKB не нажал У меня же был Блокинг бар Айяйяй Буквально Какой-то драки Приобрел Он не прожал Суник Втереним Фэнс БКБ зашел Прокастовался Ну и ставится Отличная Супернова ЦК начинает Разваливать всех Йоку Пока жив Дизраптор лишает жизни Гонит Фэна Гостика Йоку Прямо под фонтан Остаются голые бараки Ну и good game Well played 2-0 Без шансов Покидает нас Имперцы Каптон Дзрафт Но надо тренироваться Еще Тренироваться 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 Потому что да Опять вторую игру подряд Одни и те же Ну Стиль Один и тот же Одни и те же Проблемы Ничего нового Не добавляется По крайней мере На этом чемпионате Я думаю Еще будет продолжаться У нас на протяжении Ну недолгого времени Но Ошибки они свои Не справляют У них все Одно и то же Происходит Плюс мне не понравилась На этой карте Игра Silent Потому что Ну билд Скорее да Ну Конечно Не игра Его Да Его Билд Потому что Этот билд Он В этой игре Он вообще Не игрался Силю Рейдж На 1 Убийство Вайпера Ну ты добавляешь Ладно ты Shadowblade Собрал Да Потратил Там 2.700 Но тебе Еще надо Еще Столько же Денег Потратить Даже Больше Три тысячи Денег Тебе надо Потратить Чтоб Да Собрать От Силю Рейдж Чтоб Отключать Пассивки Пассивку Только С вайпера Здесь Просто Нет Больше Пассивки Ну ладно Кентауэр Фиг с ним Мы Не считаем В начальной Стадии Пока Антамауру Не возьмет Жесткую Пассивку Тарас Станулись Пока Толст В общем Не станет Тут Жесткая Пассивка Вайпера Вначале Ну Зачем Ну Вот Это Можно Его И так Убить Собери Себе Артефакты На Демедж За счет Минус Армора От Террора Убивай Его Спокойно Через Атаку Необязательно Выбирать Силю Рейдж Ну В общем Как То Все Под Вопрос Продолжение следует